Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, присоединяется к нашему эфиру. Иван, приветствуем вас. Доброе утро. Доброе утро, Екатерина, Валерий, доброе утро, телезрители. Иван, ну вот давайте сделаем вид, что мы не слышали заявления о верстке, которая ссылается на данные фонда пенсионного и социального страхования, а вот как бы, ну, общепринятые, так сказать, подсчеты приведем. То есть, учитывая, да, вот опыт войн всех, как бы потери убитыми и ранеными, как правило, исчисляются, да, один к трем, один к пяти. Вот как вы считаете, сколько работоспособных молодых мужчин теряет Россия в этой войне? Знаете, ну, в первую очередь надо вспомнить, когда в России была объявлена частичная, как они говорили, мобилизация в сентябре 2022 года, то уже тогда специалисты говорили, что на каждого мобилизированного человека приходится два сбежавших. Вот эта формула, она живет сейчас. То есть, вот, допустим, когда в России пытаются говорить о том, что мы сейчас объявим новую мобилизацию, эксперты говорят, что, смотрите, если вы объявите мобилизацию на 300 тысяч человек, то будьте готовы, что ваш рынок труда теряет 900, а то и 1 миллион работников сразу, потому что люди же начнут бежать. А что касается вот этих потерь, важный момент. Я напомню, он еще в 2014 год, когда Россия начала войну, и, безусловно, полномасштабная война. Одним из аргументов аналитиков в пользу того, что войны не будет, была фраза о том, что, ну, так Россия же не подвела полевые госпитали, что как же они будут воевать. И, действительно, Россия во многом и обманула и в 2014, и в 2022 году перед началом войны всех тем, что не подвела мобильные госпитали. Да, это с точки зрения начала войны была хорошая обманка. Но в процессе войны вот эта обманка приводит к тому, что потери среди раненых российских военнослужащих, они значительно больше. По той простой причине, что вот эта медицина военно-полевая, она отсутствует, ну, она, скажем так, отсутствует на нужном уровне. То есть мы не можем говорить, что ее нету, но в случае получения ранения вероятность того, что раненый боец из категории 300, то бишь раненый, перейдет в категорию 200, то есть убитая, она очень высока. И, соответственно, Россия сейчас сталкивается с проблемой, что трудовые ресурсы уходят на фронт. Единственное, что я от себя добавлю, что их надо кем-то компенсировать, не компенсируют беженцами, даже не беженцами, а мигрантами из Средней Азии. А параллельно получается ситуация, когда в России идет большая волна недовольства собственно этими самыми мигрантами из Средней Азии. И Россия сама делает все, чтобы эти люди приезжали из Средней Азии и замещали выбывших на фронт ее рабочих. И при этом население критикует бласть России за то, что позволяют мигрантам приезжать. То есть тут замкнутый круг. И проблема для России в чем? Что они не могут остановить войну, не хотят вернее. Они то могут, но не хотят. Так будет вернее. Но из-за того, что война продолжается, а трудовые ресурсы необходимы, они берут относительно нескольких квалифицированных рабочих, которые уже приводят к драматическим иногда последствиям. Все мы видели в видео из Санкт-Петербурга, когда автобус упал в реку Мойка, если я не ошибаюсь. Из-за того, что водитель просто-напросто заснул. Да, он заснул из-за того, что он работал несколько, скажем так, несколько часов нормально, имею в виду, с превышением нормального графика, что тоже, кстати, отображает проблему вымывания рабочих ресурсов. Когда людей забирают на фронт, соответственно, те, кто остаются, они должны работать несколько дней, может, даже подряд. И в итоге, получая, это мы знаем об этом случае, а сколько мы их еще не знаем. Поэтому сейчас, по сути, еще больше застряется вопрос для России о том, что либо они останавливают войну, либо придется им замещать свои трудовые ресурсы мигрантами Средней Азии, но тогда уж будьте добры, принимайте их как новых хозяев страны. Готовы ли к этому Россия? А пока нет, но другого варианта она себя не оставляет. Иван, а если говорить о тех, кто вернулся инвалидами с так называемой СВО Путинской, так понимаю, мы обещали какие-то выплаты, да, и тоже нужно этих людей каким-то образом содержать, как с этим у Российской Федерации, вот опять же, в условиях дефицита, квалифицированной рабочей силы, в условиях санкционной политики? Безусловно, здесь проблема в том плане, которую мы видим, давайте так, пока из утечек с российского информационного поля о том, что пытаются всячески по документам говорить, что это не боевое ранение, это не связанное с войной действие, то есть всячески юридически пытаются, как говорится, отрезать значительную базу российских военнослужащих, получивших ранение, и тем самым сэкономить деньги, потому что российский бюджет, вот смотрите, уже мы практически находимся на завершении пятого месяца текущего года, за четыре месяца, когда есть данные, дефицит российского бюджета составил 93% от планового дефицита на весь год, то есть тут еще формально даже большая половина года у нас впереди, а в России уже бюджет такой, что надо срочно где-то искать деньги, где бы сэкономить, поскольку расходы слишком растут и растут из-за ведения войны, а выплаты по ранениям это составляющая этой войны, хоть и будут говорить, что нет, это другое, это социальная сфера, нет, это социальная сфера, порожденная ведением войны, и соответственно сейчас, когда возникает вот этот нарастающий дефицит бюджета, пытаются всячески экономить, и экономить в том числе и на выплатам раненым, по той простой причине, что, ну, как сказал местопреститель Путина Дмитрий Медведев, денег нет на выдержительность, вот в данном случае тот же самый диалог сейчас в России ведется с ранеными военнослужащими, то есть им говорят, что государство о вас помнит, но просто же денег нет, поэтому извините, как-то это, как-то без нашей помощи. И вообще с точки зрения тоталитарного государства, у кого есть Россия, если боец выбыл по ранению, то он уже не интересен государству, если он не интересен государству, зачем на него еще деньги тратить? Такая философия, ну, раз в России не происходит переворот, значит, россиян, она устраивает, что отношение к этим такое, что если вы потеряли интерес, то можете, скажем так, не рассчитывать на какие-то выплаты. Это не означает, что, кстати, их полностью нет, то есть определенные выплаты все-таки происходят для того, чтобы какую-то картинку содержать, но вот этих выплат, скорее всего, будет с каждым месяцем все меньше, меньше и меньше. Еще одну цифру приведу. Прошлый год миллион двести тысяч новорожденных в России. Самый низший показатель в Российской Федерации со времен распада СССР. То, что бабы нарожают, понятное дело, эта жуковская фраза, она до сих пор актуальна, но для этого еще один компонент нужен – здоровый мужчина. Что вы скажете о российской демографии и ее перспективах? Знаете, Валерий, первый вопрос. А это русские дети? Либо это, может, не совсем русские, это эмигранты из Средней Азии, которые рождались в России, и которые через 20 лет уже будут составлять, возможно, даже основу демографии Российской Федерации. То, что беспокоит сейчас россиян, что вот эти большое количество мигрантов, они приезжают в Россию, они обзываются семьями, и, соответственно, их количество будет только расти. То есть соотношение коренных к некоренным будет меняться в пользу некоренных. И причем именно из-за ведения войны – это основной фактор, который влияет на демографическую картину в России. Вот компонента вот этих самых приезжих, она будет больше. Более того, мигранты приезжают, рождают детей, то есть мигрантов становится больше, да, они оформляются как граждане России, но при этом они не совсем ассоциируют себя именно с Россией. Они помнят, что они выходцы из Средней Азии. Более того, коренные россияне будут постоянно напоминать, что вы не русские, вы поприехавшие. При этом это относится даже не только к Средней Азии, это относится к отдельным субъектам Российской Федерации. Сколько уже было историй отношений к кавказцам, в первую очередь, да, в принципе, и к якутам, и другим регионам России. И, знаете, буквально недавно, как раз в вопрос российской демографии, было интересное выступление стендап-комика российского из Якутии, который говорит, что, вы знаете, очень много говорят о том, как индейцев притесняют в Америке, а почему не говорят о том, как якутов захватила Россия, и притесняют якутов. То есть, да, пока это редкие голоса, но они будут все больше разлучать. Просто потому, что вот этих национальностей, при том, что, да, их в первую очередь может бросать на войну, но в то же время там и ощущение у них появляется того, что вот почему-то там те же присловутые буряты, в первую очередь, они идут на этот фронт, и это может привести к тому, что они объединятся с мигрантами уже в Средней Азии, и вполне возможно, что скоро на территории нынешней России могут действительно появиться новые образования, просто потому, что этнические составы будут существенно отличаться от того, который имеется сейчас, именно из-за вымывания русских на войну и, наоборот, приезда мигрантов в Средней Азии, которые вот с такой динамикой могут стать большинством вначале в отдельно взятых субъектах вегерации, а потом, может, и во всей России. Ну и тут, знаете, в очередной раз хочу вспомнить вот эту беспрецедентную цифру. Напомню, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного отторжения в Украину уже превысили полмиллиона солдат. Военное командование РЭП сейчас пытается совершенствовать свою армию технически, но по мере возможностей своих. Ну а потери пехоты ему вообще-то безразлично. Потом рассказал заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины Максим Жорин. Мы слышим его прямую речь и вернемся к обсуждению. Мясные штурмы для российских оккупантов – это просто база. Они здесь менять ничего не собираются. Их полностью устраивает такая тактика на поле боя. Они могут ее себе позволить морально и ресурсно. Это абсолютно укладывается в их культуру – как власти, так и население. Просто пехота и качественная подготовка солдат никогда не была их приоритетом. В то же время командование армии РФ пытается совершенствовать роботизированную технику, авиацию и средства ПВО. Максим Жорин – заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. В интервью изданию «Лига.нет». Ну, в принципе, полмиллиона погибшими. Насколько это, скажем так, может отразиться на экономической ситуации в стране, которая вот так вот относится к своим гражданам, вот так вот просто их перемалывает ради каких-то вообще неадекватных, давайте называть вещи своими именами, идеях так называемого президента. И, опять же, если говорить о вот таких вот потерях, о таком уровне потерь, то насколько вот тут вот может Министерство обороны, Генеральный штаб Российской Федерации, скажем так, еще больше перемалывать своих граждан. Я не знаю, там это может быть контрактники, там могут быть заключенные, там может быть кто угодно, но все-таки какая бы Россия ни была огромная, человеческий ресурс все-таки конечен. Безусловно, что на стане точка, когда этого ресурса просто не хватит, просто из-за того, что он большой, Россия традиционно со временами жуковских войн и перед этим воевала количеством и некачеством. Но сейчас, вот знаете, те, кто следят за российским политическим ландшафтом, они обратят внимание, безусловно, на количество генералов российских, которые за последние две недели оказались на судебной, так сказать, скамье, потому что их судят. И один из них, я напомню, это начальник отделов кадров Министерства обороны России. И причем, интересно, одно из обвинений, которые ему адресованы, это то, что порядка, ну как установило следствие, 10 тысяч, а я думаю, что намного больше, солдат Российской Федерации, которые уже безвозвратно потеряны, то есть груз 200. Они по документам Минобороны все еще числятся, и им передавались деньги. Но эти деньги, естественно, шли не им, а шли в карман отдельных чиновников Министерства обороны. То есть, вот вам пример того, как Министерство обороны зарабатывает на том, что людей было меньше. Кстати, еще до начала полномасштабной войны обращали внимание на то, что модель ведения войны со стороны Российской Федерации заключалась в том, что определенная сумма денег на отдельные, скажем так, подразделения выделялась командиру, и потом эти деньги распределялись по завершению боя. И, соответственно, чем больше людей погибнет, тем больше денег получит, собственно, командир подразделения. И это прямая выгода. То есть, любой командир подразделения был заинтересован материально в том, чтобы как можно больше его людей погибло. Такая формула была создана еще туда, в России, и это 2014-2015 года. Дальнейшее, в принципе, время проведения в начале антитеррористической операции, потом последующие действия со стороны, скажем так, военных действий в регионе. И я не думаю, что что-то поменялось. Поэтому сейчас в России пытаются что-то поменять. Но я не уверен, что что-то поменяет, потому что это уже отлаженный был механизм коррупционный. И, по сути, мы говорим, что 500 тысяч – большая цифра. А для отдельных чиновников, Министерство обороны России – это супер. Это означает, что платить-то им не надо деньги. А по документам эти деньги будут где-то как-то идти к ним. Вернее, в карман этим чиновникам, которые, соответственно, будут проводить необходимые проводки, говорить, что вот вот это что, да, мы им даем деньги. Их тоже нет. Поэтому, и, кстати, еще один момент, который тоже многие говорят, что большая была ошибка и Украины, и наших союзников – думать, что в России есть какой-то болевой порог. То есть его, по сути, нет. Единственное, с чего мы начали этот вопрос, что рано или поздно люди закончатся. И вот когда люди закончатся, вот это и будет болевой порог. До этого для России нормально, но гибнут и гибнут. Ну, какие-то же результаты есть. То, что вот давайте возьмем нынешнее наступление в Харьковской области, соотношение потерь 1 к 8, которые есть. То есть россияны теряют на одного нашего солдата, теряют 8. Безусловно, трагедия жизни любого нашего солдата. Но с точки зрения теории войны, когда вы за одного противника теряете 8 своих, это, безусловно, негативный результат. Но что ж, опять-таки возвращаемся к тому, что Россия привыкла местами штурмами воевать. И это ее концепция, которая, правда, не учитывает опять-таки того момента, что люди не вечны. И наступит точка, когда их просто не будет. Но, знаете, тут уж как в одной известной песне Галича, но это же будет потом, а сейчас, пока воюем, пока есть ресурсы, воюем так, как умеем, а умеем только количество. Иван, спасибо большое, что с вашей помощью мы рассмотрели эту цифру 500 тысяч потерь в живой силе российской армии, посмотрели на эту цифру с экономической точки зрения. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований, Национального института стратегических исследований. Был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.